Здравствуйте! Вы смотрите реалити-шоу «На 10 лет моложе». Нас часто упрекают в том, что для нашего проекта мы выбираем только несчастных женщин с трудной судьбой. Не могу с этим согласиться. Например, наша новая героиня Ольга Иовенко – красивая, успешная, самодостаточная. Она довольна собой и своей внешностью. Но, как и все наши героини, хочет стать на 10 лет моложе. И мы ей в этом поможем. Ольга Иовенко – москвичка, бизнес-вумен. Умеет зарабатывать деньги и очень хорошо знает им цену. Мне вообще никогда ничего не давалось легко. Я такое количество раз теряла абсолютно все и начинала все с нуля, потому что бизнес – это тяжелая, измурительная работа. Ты не можешь расслабиться. Ты всегда должна держать руку на пользе. Всегда. Богатство Кольге пришло не сразу. Начинала она с малого, прошла все этапы карьерного роста. А позже, когда грянул кризис, и вовсе обанкротилась. Чтобы отдать долги, пришлось даже торговать овощами. И так я оказалась на Покровском рынке. Сейчас бизнес Ольги процветает. Все хорошо и на личном фронте. Оля и ее любимый мужчина уже 30 лет вместе. У них прекрасная дочь Лиза. Правда, штампа в паспорте до сих пор нет. У меня как Аль Пачино, у которого трое детей, но привычки жениться нет. Нет, он вот не женится. Никак у него. Но от людей же нельзя требовать больше, чем есть. Все себя Ольга отдает семье и работе. Она занята 24 часа в сутки. Вот только времени на себя у женщины не остается. Я для самой себя стою на последнем месте в приоритете ценностей. Для меня есть совершенно другие вещи, более важные. Можешь обед приготовить, на рынок съесть, на работу пойти. Там то, сего, пятый, десятый. Кроме этого, Ольга еще и прекрасный друг. Все, что происходит с ее близкими и друзьями, эта сильная женщина переживает остро и болезненно. Мы здесь временные гости. И с любым человеком в нашем возрасте может случиться, как случилось с нашим очень близким другом. Утром он сидит за компьютером. И жена. Она говорит, я сейчас выйду, хлебушка куплю. Но возвращается. Он лежит. Инсульт. Понимая скоротечность жизни, Ольга решила остановить ежедневную дикую гонку, в которой ей приходится участвовать и посвятить время только себе. Она надеется, что проект на 10 лет моложе поможет ей в этом. Мне мама постоянно говорила, господи, ты такая уставшая. Я не хочу, чтобы меня жалели каждый раз. Говорила, не выспалась. Плохо спала. Я хочу перезарядиться, как компьютер. Для того, чтобы светиться изнутри и опять отдавать. Потому что отдавать благостнее, чем получать. Ой, Оля, не просто тебе придется. У тебя все хорошо, и ты еще пришла к нам на проект стать на 10 лет моложе. Да, хочу стать на 10 лет моложе, чтобы не до, а после, чтобы вот потом не плакать. Я уже представляю, сколько вопросов возникло у наших зрителей. Ответили? В эту сторону экрана. На все вопросы ответили. Ловлю тебя на слове. Хорошо. Ну а пока давай проведем наш традиционный эксперимент. Узнаем, на какой возраст ты выглядишь в глазах окружающих. Давай, с удовольствием. Самое интересное. Да, начнем. Как вам кажется, сколько лет этой женщине? Я думаю, 50. 45-47 лет. В районе 55 лет. Что выдает ее возраст? Морщинки мимические вокруг глаз, налет на зубах, прическа. Соответствует по годам 45. Оля, сейчас я покажу тебе результаты своего опроса и посмотрим, как оценили себя люди. Я думаю, что 40-45. 58 приблизительно. 47-48 в таком порядке. 45-48. 55. Порядка 54 лет. 58 лет. Такое уже немолодое лицо, морщинки вокруг глаз и зубы, конечно, тоже выдают. А у нее очень много мимических морщин, синяки под глазами, морщины в области лба, носогубных складок, мимические морщины в области глаз и очень плохие зубы. Морщины, цвет кожи, состояние зубов. Эта женщина собирается сделать классическую операцию по омоложению лица. Вот вы считаете, ей это нужно? Я считаю, что ей нужна операция, потому что, в первую очередь, она женщина, а в вторую очередь, то, что она как бы плохо для своих лет выглядит. Прекрасно. Почему нет? Если человек станет лучше, почему нет? Прекрасно. Сколько людей, столько мнений. Прямо меня с языка сняла эту фразу. Да. И все же, что тебя задело? Вот люди высказывались совершенно по-разному. А мне вообще ничего никогда не задевает. Я же знаю реально, насколько я выгляжу. А ты давно хотела сделать классическую операцию? Или просто увидела наш проект и подумала, что, в принципе, это было бы неплохо? Нет, я давно, ну, как бы задумывалась о том, что, конечно, когда-то что-то придется делать. И тут мой мозг подсказал, который работает отдельно от нас. Для чего тебе это нужно? Для того, чтобы жить. Я хочу радоваться жизни. Так же, как я и радовалась и в 20, и в 30, и в 40. Потому что жизнь очень быстротечна. Раз свет выключился. И для того, чтобы радоваться постоянно, хочется подходить к зеркалу и смотреть на себя, и ощущать ее. Я считаю, что это самое главное. Если бы не наш проект сделала, бы классическую операцию? Наверное, бы сделала. Но гораздо позже. Потому что есть гораздо более первоочередные задачи. Начиная от строительства дачи, заканчивая вторым образованием ребенка. Ну, как и у всех. Есть вещи, которые более приоритетны. Не знаю, что скажут зрители. Ты такая, в общем-то, женщина видная и обеспеченная. Спасибо. Я не побоюсь этого слова. Не обеспеченная. Я просто нормально работающая. Просто работающая женщина, которая хочет быть молодой и красивой. Да, может, да. Просто молодой. Так все просто. Ну что ж, пойдем я познакомлю тебя с нашими экспертами, которые помогут тебе качественно измениться. Пойдем. Эксперимент показал, что средний возраст Ольги, по мнению окружающих, 54 года. Сколько ей на самом деле прямо сейчас? Друзья, разрешите представить вам нашу новую героиню Ольгу. Очень состоятельную женщину, которая хочет быть молодой и красивой. Оля, представляю тебе команду суперпрофессионалов. Сергей Николаевич Плохин, пластический хирург. Катя Гершунин, эксперт по стилю. Очень приятно. И мне очень приятно. Евгений Жук, наш бьюти-стилист. Здравствуйте. И Олег Конников, наш стоматолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, как вам кажется, сколько лет Оле? Ранее 54 лет. Никаких 54 я здесь не вижу. Я здесь вижу 40 максимум. Мне кажется, 45 лет. Но самое главное хочу отметить, что вы, Ольга, выглядите хорошо. У вас хорошая прическа, цвет волос, стрижка. Честно говоря, я на стороне здесь больше, Сергей Николаевич. Вам за 50 точно, но я думаю, года 53. Оля, кто прав, стилист или врачи? Мне 52 года. Да. Профессионалы, как всегда, правы. Самое главное в нашей жизни – профессионализм. И все же, Ольга, вот объясните мне, непрофессионалам, зачем же вы к нам пришли? Чего вам не хватает? Молодости, как и всем. Чтобы утром подходить к зеркалу и радоваться жизни. А чем вы занимаетесь? С кем вы работаете? Я занимаюсь проектами. У меня строительный, медицинский проект. Бизнес. Бизнес. Да. И вы решили прийти к нам. Просто я привык у нас видеть всегда несчастных женщин с материальным достатком чуть-чуть ниже среднего, возможно, или среднего. А вы, я так понимаю, выше среднего. Вы нормальный средний человек, который работает, зарабатывает деньги, но у которого всегда есть какие-то другие приоритеты в жизни. Естественно, септик сломался, дальше строим у ребенка второе образование. Как у всех. Действительно, у нас редко приходят женщины, которые, в принципе, в состоянии сделать пластическую операцию, исправить зубы. Теоретически. Тем более, поверь, у нас были героини, которые, даже если очень захотят, никогда в жизни не смогут себе этого позволить. Но я могу сказать, что зрители наши двусмысленно относятся к таким героиням. Это совершенно брать, потому что я всегда всю жизнь сама собой занимаюсь. Сама, все сама. А вот такая возможность, когда в тебя вливают огромный кусок энергии энергетики, которую я хочу у вас чуть-чуть забрать. Искренне спасибо. Пожалуйста. Сейчас будем заниматься только мы вами. Ну, давайте все-таки определимся с целью, к чему нам нужно стремиться. Есть фотография? Ну, ничего. Мне здесь 35. 35! Я вообще ничего не понимаю. Ну, друзья мои, мне прям вообще... Сергей Николаевич, сможем мы Олю приблизить? Да. К этой женщине? Вот реально, совершенно реально. Серьезно, реально? Оля хорошая генетика. Сергей Николаевич, выходите скорее, рассказывайте, что будете делать. Чтобы вернуть... Я сделаю ее такой. Реально, реально. Ну, есть реально все это сделать. Если, конечно, мы сможем справиться с этими броями, это да. Все сделаем. Тут реально все сделать. Реально. До встречи. До встречи. Как хорошо, да? Если вы не представляете, как приятно. Если от разговора с врачом пациенту не стало легче, это плохой врач. Да. Золотые слова, да. На самом деле у меня так же, но я могу сказать, что у нашей героини проблемы с зубами. И это видно. Олег, а выходи и расскажи нам. У вас сильное очень снижение нижнего отдела лица. У вас нижний челюсть настолько уходит вперед. И вот это вот расстояние нам нужно вот в этом положении сформировать вашу улыбку. Вот никто не в этом ключе никогда об этом со мной не говорил. Хотя врачей было много. Вот вам, пожалуйста. А потом это положение зафиксировать за счет зубов. И я вас понимаю, эти проблемы у всех. Они и у богатых, и у бедных. И на самом деле с этим можно легко справляться. Поэтому я думаю, что вместе с Сергеем Николаевичем мы действительно вас сделаем на 35 легко. Спасибо большое. Все, тогда до встречи. До встречи. Оля. Да. Расскажи нам про личную жизнь свою. У меня все отлично. Я 30 лет в гражданском браке. У меня ребенок. А почему в гражданском? А вот есть разные мужчины. Вот Альпачин тоже. У него трое детей. И он тоже ни разу не был женат. Я придерживаюсь стародревних взглядов. Мне кажется, любая женщина хочет выйти замуж. Официально. За любимого человека. Мы не знаем. По-разному. Свет, уже зови меня, пожалуйста. У меня есть что сказать? Катя, выходи. Оля. Да. Я совершенно чутко понимаю, из чего приблизительно состоит ваш гардероб. Ой, нет. Боюсь, что не представляю. Вы так думаете? Да. А, ну правильно, я же поняла. Я же сегодня не профессионалка. Конечно. Нет. Может быть, чего-то у меня и нет. Я же вам расскажу, что у меня есть. Я люблю эксперименты. Ну, я знаю, чего там нет. Там нет свадебного платья. Совершенно верно. Видимо, даже хором это сказали. Оля, может, устроим свадебку? Ну, если договорились. Что, погуляют? Тебе надо договориться. Мужчины, главное, не давить. Мужчины этого не любят. Так, хорошо. Мы на мужчины уже не давим 30 лет, но что-то как-то все еще платье не подобрали. Нет, не подобрали. Действительно. Вот ты вообще пришла, не о чем. Не о чем. Я ни о чем. Все у тебя есть. Сейчас я буду начну рассказывать, какая у меня жизнь была тяжелая. Все рыдать будут. Не надо рассказывать. Хочется финала. Если бы закончилась свадьбой, вот это был бы финал. Ну, попробуй. Вдруг он, да. Подберу-ка я платье 42 размера поскорее. Из гашек. Вот. Готов. По рукам. Вот видите, друзья, тут выясняется такое, с чем это все закончится. Иди, говори, какую свадебную прическу вы же делаете. Что, получается, мне нужно сделать для вас свадебную прическу? Ну, это же глупо. Почему глупо? Ну, потому что это как-то одним днем. Мне хочется что-то больше сделать для вас. Поднимите волосы. Недаром немножко так, возможно, вопросами надавил, зачем вы к нам пришли. У вас все хорошо. На самом деле, совершенства нет предела. У вас есть опции прически, стрижки цвета волос, которые можно для себя открыть. Поэтому я предлагаю Кате сыграть вот в стиле максимально современной леди. Быть смелее, потому что у нас Ольга красивая женщина. Да очень красивая женщина. И еще моложе будет выглядеть после работы наших коллег. До встречи. До встречи. А может быть, хочешь возразить кому? Ничего не хочу возражать. Большую радость. Это как очередной проект, очередное приключение. Мне отдают энергию. Я ее получаю. Я доверяюсь. И я готова на все. Давайте. Чего нет? Спасибо. Спасибо. Мы можем показать паспорт. Да не, ну не может быть. Преображение начинается. В клинику профессора Блохина Олю привозит ее дочь. Мусик, все будет хорошо. Я тебя люблю. Будешь самая-самая красивая. Поможет ли нашей героине пластическая операция получить официальный статус супруги? Я не могу разобраться в жизненной ситуации Ольги. То есть ситуация, что она живет с каким-то мужчиной довольно много лет, и он не делает ей предложение. Поможет ли это ей получить предложение от своего, так сказать, партнера? Не знаю. Но, может быть, наши действия как-то изменят ее психологическое отношение к данной ситуации. И это спровоцирует его на такой шаг. Из-за особенностей строения лица блефоропластику нижних век профессор Блохин посчитал слишком опасной. Поэтому пригласил косметолога Надежду Вещепанову, чтобы принять совместное решение. Видите, да? Да. Тут на пределе может быть выбор. Поэтому я не рискую это делать. Сергей Николаевич, вы вот так корректируете, частично она исправляется. А то, что остается в этой зоне, я абсолютно спокойно решаю при помощи филера. Окей. Все. Спасибо. До встречи. Всего доброго. Боли, как у всех женщин у него возраста, и главная проблема – это старость. И признаки этой старости. Это птос лица, это птос век, изменение качества кожи. Эти проблемы присущи всем людям, которые стали веем. Лису неудобно благодарны для операции. Давай, скальпель. Мы сделаем ей верхнюю блефоропластику, фейслифт. Зашусь. Операция прошла гладко, стандартная. Мы уложились в два часа, и проблем не было. Я доволен операцией, и думаю, что мы получим очень хороший эффект. Оленька, ну вот телефончик я принес. Звони своему дорогому. Да. Я обрадую его, что ты выжила. Я не знаю, обрадуется он или нет. Может, он на что-то другое надеялся. Хорошо? Да, конечно. Спасибо, Сергей Николаевич. Всего счастлива. Осечка, я уже в палате. Как себя чувствуете? Ну, живая. Не видела еще результаты. Слушай, какой ты быстрый. А, ну ладно. Давай, целуй, потом позвоню. Спустя неделю с момента операции Светлана Абрамова приходит к Ольге в гости, чтобы узнать о ее самочувствии. Пойдем, кофе будем пить. Света ожидала увидеть слабую женщину, однако ей даже не удалось толком и поговорить с героиней. Сейчас, извини, Светик. Алло. Да, документы подвезу в течение минут 30-40. Хорошо? Ага, все, пока. Светик, извини, ради бога, надо отвезти быстренько документы. Потом приеду, надо приготовить обед, потому что война войной, обед по расписанию. Вот. Ну и можно будет уже отдыхать. Кошки, лекарства. Коль, для меня то, что ты работаешь, это лучший твой ответ относительно того, как ты чувствуешь себя после операции. Да, я чувствую себя нормально, сплю я плохо, у меня кружится голова, но мы стараемся не придавать, если серьезно, этому значению. Сегодня в своей клинике нашу героиню ждет стоматолог Олег Конников, чтобы продолжить преображение. На этапе знакомства очень много времени акцентировалось на том, что Ольга хорошо зарабатывает и что она как бы делает на проекте. Я, когда оценивал ее улыбку, когда говорил про ее возраст, хотел обратить внимание людей на то, что проблемы, связанные с зубами, они одинаковы и у богатых, и у бедных, и у средних. И вообще болезнь, как бы, она распространяется на всех. Ольга, жевательные зубки все стерты, нижняя челюсть немножечко дистолизировалась. За счет того, что на зубах нету бугров, сустав нестабилен. И в тот момент, когда зубы начинают стираться, когда вот исчезают бугры, эти мышцы начинают компенсировать вот это стирание, они начинают очень сильно напрягаться. И наша задача сейчас зафиксировать положение вашей верхней челюсти, положение нижней челюсти. Вот этим мы сейчас будем заниматься. Помогать доктору Конникову будет зубной техник Алексей Богданов. Мы сделали исследование сустава, сделали цифрометрический анализ. Мы сейчас получили некоторые координаты, координаты ваших движений, которые Алексей Викторович загипсует в артикулятор, прибор, в который повторяет все движения нижней челюсти. И все ваши работы, которые мы будем производить, будут вестись вот в этом приборе. Узнав некоторые данные цифры, мы сделали миорелаксирующую шину, чтобы добавить вот этой высоты, чтобы посмотреть, как она себя будет чувствовать. Ольге надевают расслабляющую шину, которую она должна носить несколько недель. Миорелаксирующая шина не мешает преображаться дальше. Сегодня по плану приема косметолога. С глазами проблема осталась, она была видна еще до операции, она осталась. Ну вот носослезка, вот мы ее сейчас и будем нивелировать. Уберем усталость вашего лица. Нахмурьтесь. Надежда Вещепанова корректирует проблемную носослезную борозду с помощью филеров. Ой, кто пришел. Тонкая процедура. Не очень больно. А вообще не больно. Вообще не больно. Ну, надежда Леонидовна золотые руки. Лицо потрясающее. Ну все, работайте. Все хорошее. Спасибо. Очень приятно. В область межбровья косметолог вводит ботулотоксин. Хмуримся. И напоследок пигментацию рук, которая выдает возраст женщины, Надежда устраняет с помощью лазерной шлифовки. И никак иначе. Говорят, что пигментные пятна убираются. Если вы будете регулярно пользоваться луком и уксусом, у вас все пройдет. Да вы что? Да. Народные, между прочим, лица. Сегодня наша героиня, 52-летняя Ольга Иовенко, которая уже 30 лет живет в гражданском браке, но мечтает о замужестве, направляется в студию Кати Гершуни. Оля, выглядишь ты прям хорошо. Сколько лет, я не помню тебе. Я тоже не помню. Мне на самом деле это не важно. Потому что мне кажется, что ты просто классная, молодая, роскошная блондинка. Но твой возлюбленный, он как реагирует на твое перевоплощение? Подарил скутер. Да ладно. Слушай, так недалеко и до кольца дойти, конечно. Что думаешь? Ну, до кольца, это я тебе хочу сказать, это дистанция большого размера, потому что это надо организовывать все. Ну, мы можем начать прямо сейчас организовывать-то все. Часть организации беру на себя. Да, подожди, так, да. Это пышное свадебное платье, безусловно, ввело ее в состояние смятения. Манекен Анжела – это моя очередная провокация. Все вот это свадебное безумие со стразами, перьями, огромным количеством подъюбников – это все не для женщины уже созревшей, взрослой, самостоятельной. Сегодня в моей студии можно будет увидеть очень хорошие примеры того, как могут себе позволить выйти замуж женщины уже реализовавшиеся. Очень элегантно, очень можно использовать по делу. Этот комплект состоит, на самом деле, из двух объектов. Внутри есть платье-комбинация, которая не видна для того, чтобы просто служить базой. А сверху надет жилет очень красивого, теплого молочного оттенка. Это безусловный тренд. Безрукавое пальто или просто длинный жилет без рукавов. Это роскошные аксессуары на руку, это тиара в волосах, модный каф на ушко и, конечно же, какое-то кольцо. Но самое главное – это серебристые туфли-лодочки, которые поддерживают весь этот образ невеста. Скажи, пожалуйста, вы меня куда? Где моя ковровая дорожка? Куда пойдем? В завтра пойдем. Слушай, я, честно, не сильно испытываю трепет перед данным заведением, потому что фильм... Девушка, садитесь с ковра, садитесь с ковра. Девушка напугал тебя, так фильм? Фильм меня напугал, так. Ну, то есть замуж тебе не хочется, на самом деле? Нет, это не стоит вопросом, как бы, вот, лбом. Я вот чувствую, что, конечно, Оле хочется узаконить эти отношения с любимым мужчиной, но на публику она отказывается с этим соглашаться, отказывается заявлять об этом в открытой. Не знаю почему. Не знаю. Ну что, мы готовы? Да. Ой. Мне очень нравится, очень нравится, очень по-летнему. Слушай, а как подойдет к твоему новому транспортному средству? И к новому транспортному средству. Ты понимаешь, а второй комплект невероятно прикольный. Это реально вадьба для байкеров. Здесь, на самом деле, очень крутое кружевное платье в стиле 70-х. Роскошное шитье, косуха того же цвета. Кеды и классная просто фиара на волосы. Это роскошный комплект для нетривиальной невесты, для необычной женщины. Ну, такая девочка-девочка, класс. А если вот пофантазировать, если пофантазировать, как ты считаешь, такая невеста, это возможно? Ну, подбиваем мы тебя. У вас, Дима, просто... Ну, у нас животрепещущая, Оль. Вот почему? Ты животрепещущая? Ты животрепещущая? Вот всем, я думаю, зрителям интересно. Поэтому это животрепещущая. А, то есть у тебя это скоро? Еще скоро, еще не скоро. А я уже не замужем. А ты уже нет, у тебя тоже животрепещущая. Очень сильно животрепещущая. Предлагаю собраться вместе в неформальной обстановке и обсудить этот вопрос. Я как-то действительно хотела свадебную тему раскрыть. А она, ну, очень-очень сильно сопротивлялась. Ну, как мне показалось, что все-таки, да, все-таки она хочет сам уж. Оля пусть и тихо, но все-таки прошептала об этом. Мне кажется, мы послали туда, в космос. Важный запрос. Запрос. То есть если там вот что-то повернется, оно все равно будет. Ну, то есть вы узнаете, я вам даю честное слово. Ну, а самый мощный сигнал мы отправим уже после того, как Конников наконец-таки доделает, значит, эту работу. Роскошная улыбка, белые зубы, все как надо. Жук сделает правильный цвет волос, суперукладку, свадебный или не очень свадебный макияж. В общем, когда все свою работу закончат, наконец-то, ты примеришь финальный комплект, тогда сигнал будет послан и, вероятно, небеса все сами решат. Мы можем показать паспорт. Да не, ну не может быть. Я поздравляю вас с днём рождения. Милый, дорогой, любимый, единственный. Три недели назад доктор Конников поставил 52-летней Ольге Овенко миорелаксирующую шину. Как только мышцы челюсти приняли правильное положение, стоматолог продолжил лечение. Алексей Викторович в своей лаборатории изготовил огромную и сложнейшую работу, которая включает в себя 28 отдельных реставраций. У нас на верхней челюсти 14 зубов, на нижней челюсти 14 зубов. На каждый зубик отдельно приклеивается. Жевательные зубы – это накладки, передние зубы – это винира, люминира. Только потихонечку. Ой, ой, ой. Ну, не я. Ну, как? Ну, нижняя треть, ну, поменялось всё? Ну, серьёзно? Ну, серьёзно, посмотрите, сомните губы. А поменять, вот эта часть, она просто поменялась. И губы другие. Да. Хоть они ничего не делали. Слушайте, красавица. Это магия. Целоваться, Бог? Все лезут целоваться. Да. А чё? А чё нет? А чё нет? А чё нет? Ничего себе, тогда надо стихоэкспертов называть. 52-летняя Ольга Иоленко, обладательница белоснежной улыбки и нового скутера, подарка гражданского мужа, похоже, забыла про образ деловой женщины, и в студию к Евгению Жуку примчалась с ветерком и без пробок. В свадебном образе от Кати Гершуни. На первой встрече Ольга была в таком образе строгом, бизнес-леди. Ну, когда она приехала на скутере в платье, в таком каком-то летящем платье, такая вся... Ну, и вообще показалось, что она стала моложе выглядеть на лет 30, наверное. То есть это вообще привычка молодых людей кататься на скутере в таком виде. Очень хорошо на нее повлияли перемены. А что это, Ольга, вы так взволнованы? Это после того, как вы катались на скутере? Я в основном? Нет. Нет, вы спокойнее? Я абсолютно. Не боитесь? Как у вас? Нет, я думаю, меня вы не боитесь, но скорее не боитесь ли вы цвета волос какого-то? Ну, вы же не сделаете плохо, а потом, если что, я знаю, где вы работаете. Я приеду, вам же перетелывать, поэтому я не боюсь. А вот звучит как-то с угрозой даже. Но я буду рад вас видеть. Я знаю, конечно. А как супруг реагирует на ваши изменения? Он меня все время фотографирует. А раньше не делает? Нет, раньше фотографировала. Я вам хочу сказать, если на фотографиях раньше, да, то все время приходилось искать ракурс. А сейчас ракурс можно не искать. Как мне сфотографировать? Как мне сфотографировать, все удачненько получается. Но все же, когда свадьба сможем? За полтора месяца, Женя, решить этот вопрос? Можно. У меня знакомые за две недели они решили. После знакомства. А они с... да. После знакомства. Они в браке больше 30 лет. Да, мы тоже 30 лет живем вместе. Вместе. Да, и мне сделали предложение тоже через две недели. Но тогда у нас не получилось. А потом, сейчас мы прожили 30 лет, и сейчас, если говорить о свадьбе, то нужны вот именно те самые обстоятельства и возможность их реализовать, чтобы это было, ну, скажем так, не банально, интересно и... И главное, качественно. И качественно, конечно. Видно, что Ольга хочет выйти замуж, но у нее столько отговорок, мол, она не может выйти замуж, потому что у них много работы, там нужно строить дом, какие-то другие проблемы. Но по ней видно, что она хочет быть полноценной супругой, хотя бы в возрасте 52 года. Есть еще один маленький момент. Так, какой? Надо договориться с мужем. Он, по-моему, пока не готов. Почему? Не знаю, Жень, ну, это уже чисто психологический момент. Знаете, я вас могу пригласить на дачу, вы можете поговорить и задать вопрос. А, кстати, можно, действительно? Да, для тебя. Вот я с вашим... Он, кстати, сегодня придет? Нет. Почему? Работа. Она хочет быть законной супругой. Я не понимаю, почему она это скрывает, не может как-то открыто это сказать. Возможно, она со своим любимым мужчиной поднимала этот разговор, и для него это больная тема. Может, какая-то нерешительность с его стороны. Не знаю. Могу одно сказать, что в процессе нашего разговора она не призналась. В чем проблема? А как зовут вашего супруга? Ромочка. Ромочка, как говорит ваша супруга. В нашей команде очень хочется погулять на вашей свадьбе. Да, желательно. Поэтому я надеюсь, что вы соберетесь с духом, соберете свое мужество и сделаете предложение своей любимой женщине. Когда я обратился к Ромочке, я увидел, что она очень волнуется. Вот это искреннее волнение ее меня приятно потрясло, потому что я вижу, что она действительно не бизнес-леди. Она женщина, в первую очередь, которая хочет замуж. Да, это нормально. Что я сделал Ольге? Во-первых, я не менял цвет волос. Я сделал его красивым, актуальным. То, что ей идет. Как бы Ольга не выступала против свадебной темы, все же я сделал ей тот образ, который мы изначально запланировали. Сделал свадебную укладку и обыграл именно свадебным макияжем. Надеюсь, она, когда увидит, будет приятно удивлена. Ольга Иовенко, 52 года, бизнес-вумен. Уже 30 лет живет в гражданском браке. Но за три десятилетия любимый мужчина так и не отвел ее к алтарю. Женщина обратилась в проект на 10 лет моложе с просьбой помочь и жесткой деловой леди превратиться в мягкую и нежную женщину. Два с половиной месяца с героиней работала команда супер-профессионалов Первого канала. Какой стала Ольга Иовенко в финале проекта? Сейчас на какой возраст, по-вашему, выглядит Толя Сергей Николаевич? 38-39 лет. 35 – это максимум. Да, соглашусь с Катей 35 лет. Соглашусь с Катей, соглашусь с Женей. Вы выглядите замечательно. 35 лет – это максимум. Оля, вставай перед зеркалом. Словами Гулгакова «Я в восхищении», мы восхищаем. Ну, такого повода не было. Ну, потому что, когда женщина так выглядит, то повод должен быть значительный. Вот, кстати, о поводе. Сергей Николаевич, вот когда Оля придет в таком потрясающем образе домой, как вы думаете, упадет ее мужчина на колено с предложением руки и сердца? Все может быть. Я вас хочу успокоить. Если он, то кто-нибудь другой. Спасибо вам огромное. От всего сердца. Я никогда так не выглядела, я никогда так не чувствовала себя. Кстати, друзья, сегодня день рождения у Оли. Оля, напомни, все же, сколько тебе исполнилось сегодня? 53 года. Боже мой. Оли, вы не та женщина, которая должна искать там каких-то предложений. Я думаю, что предложения должны искать вас. Спасибо. Я поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Милый, дорогой, любимый, единственный. Даже так? Если бы не быть. Да. Ольга, вы действительно выглядите невообразимо, очень круто, вы потрясающе красиво. Вам нужно терять паспорт. Вам нужно просто прийти из паспортного стола, сказать, что вы потеряли все метрики, что вам 35. Все. Ну, правда, так будет, по крайней мере, гармонично смотреться. Поменять местами? Как вариант, да. Спасибо большое. У меня в душе все, все летает прямо, все бабочки. И я где-то там. А я как раз про космос хотела сказать. Я хочу, чтобы все, что ты навизуализировала, чтобы все непременно сбылось. Собой своих мечт, они могут сбыться. Ну вот ты не бойся. Пусть сбываются. Оля, я хочу тебя поздравить с твоим днем рождения. И я убеждена, что все у тебя будет и сложится так, как ты этого желаешь. Как сказала Катя. А сейчас у нас осталось с тобой одно дело. Очень важное. Нам нужно узнать, на какой возрасте ты выглядишь в глазах окружающих. Отлично. Пойдем узнам. Пойдем. Как вам кажется, сколько лет этой женщине? Я думаю, девушке 32-33 года. Ну, я предполагаю, что я 35. Ну, на 34. Девушка выгодит где-то на 28 лет. От 33 до 36. Мне кажется, лет 28. 35. С натяжкой. 29. Думаю, 25. Мое мнение, 28-30. У нее сегодня день рождения, ей исполнилось 53 года. Да не, ну не может быть. Мы можем показать паспорт. 63-го дела. С днем рождения. Спасибо. По результатам опроса общественного мнения, Ольга Иовенко, которая сегодня исполнилась 53 года, выглядит в среднем на 38 лет. На этом у нас все на сегодня. Хотите и вы принять участие в нашем проекте? Тогда заполняйте анкету на сайте Первого канала. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok